Уберем все с загрузки и на втором номере запускай. Все уберем с тобой, чтобы ничего не мешалось. И все, он начинает. Все. Ты молодец. Самодельный робот из конструктора и собственноручно написанная программа управления. С октября прошлого года в региональном центре Талант 22 барнаульские школьники изучают азы робототехники. Теперь это возможно и для детей из Камня-на-Аби, Славгорода и семи районов края. Все они участники профильной смены «Фабрика гениев». Потому что из Лего можно собирать разные штуки. Например, вот танк собрать. Из Лего легко собрать танк. Или самолет, который я уже делал много раз из Лего. Лего – это простая штука, чтобы собирать что-то такое большое. Собирают здесь действительно многое. Робо-футбол, электронных животных, эко-ботов и захватывающие машины для переноски предметов. Параллельно с этим дети углубляются и в смежные отрасли. Например, химию. Мы делали роботохимика. Это был конвейер, получается. Он передвигался, захватывал колбы и смешивал их. Больше сложно было, получается, в конструировании поставить правильно гусеницы, чтобы они хорошо работали. Ну, сложно это было. Ну, достаточно сложно. Но, несмотря на сложности, участники фабрики «Гениев» продолжают создавать новые устройства. Такая практика, говорят преподаватели, развивает в детях и коммуникативные навыки, и стремление к науке. Здесь важно то, что робототехника и информационные технологии – это как надпредметные знания. То есть они в будущем будут и физиками, и химиками, и экологами. Но, тем не менее, их объединяет то, что им нужны эти информационные технологии. Сегодня юные конструкторы и программисты примут участие в седьмой региональной олимпиаде по робототехнике, где представят свои проекты. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком.